Приветствую вас, уважаемые телезрители! На исповеди очень часто можно слышать, да негрешны, негрешная я, ведь никого не убил, никого не убила, негрешная я. Да, этим летом нашу Беларусь постигла одно очень страшное явление. Многие люди были шокированы, некоторые душевно надломились, есть травмы и смерти. Это явление в современном языке носит на английское название буллинг или кибербуллинг, а по-русски – травля, интернет-травля. С этой проблемой мир столкнулся сразу, как только дети получили смартфоны с выходом в интернет. О подростковой забаве забили тревогу после ряда самоубийств. А в 2019 году даже Ватикан был намерен создать международную наблюдательную службу по гибербуллингу. Не знаю, правда, на какой стадии сейчас эта инициатива. Чем больше развиваются интернет-технологии, тем взрослее становится травля. В новом сезоне белорусским буллингом занималась армия троллей. Это люди, нанятые для дискредитации ценностей и разжигания ненависти в интернет-сообществах. И ботов – специально созданная программа, управляющая аккаунтом в сетях для более широкого распространения информации, особенно фейков. Появилась такая страшная профессия – разрушать государство и убивать людей. Прикрыто, косвенно, ломая судьбы. К этой травле присоединились и непрофессионалы. Некоторые наши соотечественники. Любители экстрима, идейные или ранее судимые люди. Ведь не боты обливали краской коляски, в которых спали дети тех, кто, по их мнению, не заслуживает права на жизнь. Никого не смутило, что среди людей, которым слали сообщения, Типа, животное, твой ребенок умрет страшной смертью, Оказались те, кто спасает их жизни в том числе. Это милиция. Интересно, к кому побегут притеснители, когда их жизнь будет в опасности? Врачи. Не они ли будут зашивать их раны и лечить их синяки? Учителя, к которым шантажисты привели первого сентября своих нарядных детей в первый класс. Ведь никто портить праздник своему ребенку не собирался. Вы можете представить себе жизнь в атмосфере угроз и ненависти. Особенно, когда виновен лишь в том, что выполняешь свое дело. Ведь все, кому угрожали, служат людям, в отличие от их мучителей. Да, мучителей. Я не нашел явные параллели в Евангелии этому явлению. Но зато таких примеров много в житиях, в жизнеописаниях мучеников. Когда угрозами заставляли отречься от Христа. Здесь же людей заставляли отречься от Родины или от своей работы. С дерзновения, можно сказать, блаженны устоявшие. Насколько сложно жить в таком состоянии, выразил кроткий пророк Давид криком души в грозном, очень грозном 108-м псалме. Вслушаемся в эти слова. Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзясь на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Какой страшной мести призывает пророк Давид Бога далее в этой молитве. Но в этих горьких, даже злобных словах, он открыл Богу всю свою боль и ужас, невыносимость бытия, пусть и в гневе изливая свое сердце. И вот святитель Иоанн Златоуст в этом псалме увидел пророчество об Иуде, но не только о нем. Вот что он пишет в своей девятнадцатой беседе на сто восьмой псалом. Сказанное здесь есть не что иное, как внушение, что постигнет тех, которые обижают ближних и восстают с коварством и злобою против людей, не сделавших ничего худого. Если же псалмопевец просит, чтобы и дети были наказаны, не смущайся этим, возлюбленный. Детьми он называет здесь тех, которые сами участвуют в пороках таких людей. А теперь подумайте, кому понадобилась массовая травля нашего населения? Думаю, вы сами ответите на этот вопрос. Страх парализует волю и решимость, съедает здоровье и делает людей послушными рабами. А если человек под давлением уступает и выполняет требования шантажиста, думая, что его оставят в покое, то злоумышленник получает в свои руки марионетку и дополнительные рычаги управления. Ведь теперь, совершив предательство, жертва лишается защиты. И государство. Жертва теряет работу, становится неблагонадежным, и ему некуда деваться. Это принцип секты. Заманить любой ценой и использовать. Однажды туда попав, человек не может легко уйти. Его преследуют, ему звонят, его находят. Кроме того, предатель по неволе будет терзаться больше, чем человек с осознанной позицией. И мы уже, увы, имеем примеры, когда люди попадали в больницы с психическими расстройствами. Когда осуждают насилие физическое те, кто совершают насилие психологическое, которое также приносит жертвы, инфаркты, депрессии, разрушение семьи, ошибаются в своей непричастности к насилию и убийству. Они скрылись за ложными аватарками. Они спрятались в недрах интернета. Но от неумолимости причинно-следственной связи духовного закона никто еще не ушел и не уйдет. Только искреннее покаяние и молитва помогают разорвать причинно-следственную цепь. Мною об этом говорилось в последнее время не единожды. Это размышления о травле конкретных людей, о списках люстраций, которые были вывешены в интернете, о тролях, дежуривших у каждой конструктивной мысли. Ведь действительно жутко. Теперь о менее страшных, но в духовном плане не менее опасных вещах. Те, кто обличал насилие, выступая за мир и любовь, как-то незаметно исключил из общества остальных людей, которым нравится жить в социальной Белоруссии. В мечтах о стране для жизни таких людей не было. В приватных беседах или с заужинами в ресторанах их называли устаревшим видом, прошлым веком, агрессорами. Куда их списали? Они же живут рядом. Вдумайтесь! Друзья, которые раньше находили темы для бесед, шутили, неожиданно стали друг для друга, простите, дебилами. То есть разнузданность троллей в интернете породила ощущение вседозволенности у нормальных людей. И те споры, которые раньше проходили в уважительном тоне, вдруг зазвучали со злобой и ненавистью. Разнузданность вышла из-за предела интернета. Люди стали позволять себе оскорбления на улицах, дома, на работе. Не так ли действуют нечистые духи? Сначала им нужно малое пространство в душе человека. То, которое оставил человек типа для себя пожить, неподчиненное Слову Божию. Так вот, этого малого места достаточно, чтобы одной ногой зло закрепилось а дальше, дальше постепенно отвоевало себе пространство. Вот возьмем для примера малую досаду, которую человек разрешил себе носить в сердце. Ведь иногда так хочется пожалеть себя. Со временем эта досада накапливает горечь. И когда ее становится много, она проливается наружу сварливостью, раздражительностью. И, пожалуйста, человек уже объят дьявольской одержимостью высказать все, что он думает. Такой человек, даже осеняя себя крестом, забыл о заповедях. Он считает себя настолько обиженным, что восстает на само Слово Божие, которое не позволяет ему обижаться. Недаром интернет-троллей назвали троллями созвучно враждебным великанам из скандинавской мифологии. Они ровно по этой схеме сделали свое грязное дело. Пожалуй, предложу еще один ракурс заповеди «Не убей», за который меня... в меня полетят слова критики, потому что на эту тему ох, как никому никогда не нравилось рассуждать, тем более говорить. Благородные красавицы, которые вышли на защиту, в защиту мира и против насилия. Спросили ли себя, откуда берется 20 тысяч нерожденных младенцев каждый год? Для сравнения, в этом году в ВУЗы поступило тоже около 20 тысяч студентов. Или это не считается насилием? Ведь невин... не видно до сих пор таких длинных цепей солидарности в поддержку права человека на рождение. Зато есть видео о том, что женщины не инкубаторы и сами распоряжаются своей судьбой, а заодно и жизнью своих детей? Спросили ли себя женщины с цветами и воздушными шариками, откуда в Белоруссии 18 тысяч сирот, из которых 83% социальные, то есть почти 15 тысяч сирот при живых матерях? И не нужно простите княвать, что о них не заботилось или не заботится государство. Задумались ли они, ведя своих дочерей на бунт? А ведь они знали, что это бунт. Не убивают ли они в своих детях целомудрие и духовную красоту? Еще наивную и трепетную любовь к родине, к той, в которой проходит их детство, а не к той стране, которую выдумали их родители. Возможно, кто-то, сохраняя в себе искорку веру, вспомнит, что Деница один из самых святозарных ангелов устроил бунт против Божьего слова. В итоге он лишился своей святозарности, стал князем тьмы, отцом лжи, самоубийцей и убийцей душ человеческих. Вот такая интересная шестая заповедь – не убей! Ведь из нас никто не грешит против нее. Правда? не ни 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 Субтитры создавал DimaTorzok